Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей и сегодня поговорим о том, как иногда мы неправильно растолковываем то, что видим на кормушках, а также о том, где ночуют птицы. Представьте такую ситуацию. На кормушке стайка синиц. И одна из них визуально больше остальных. Она проводит на кормушке гораздо больше времени, чем сородичи. И семечки, в отличие от других, расклёвывает на кормушке. Остальные синицы ждут, когда она уйдет, и поэтому нам кажется, что эта особь доминирует. И все ее боятся. На самом деле все совсем не так. Визуально у птиц в холодную погоду может увеличиваться объем за счет того, что они распушают перья, чтобы сохранить тепло. Поэтому в холодную погоду многие мелкие птички выглядят как пушистые шарики. И это совершенно нормально. Но если сейстайки распушяют перья только одна, то это говорит о том, что эта птица больна. Ее знобит. Больная птица нуждается в корме гораздо больше здоровых. Для нее это единственная возможность прожить дольше. Ей настолько плохо, что она уже не соблюдает индивидуальную дистанцию, при которой каждая особь чувствует себя комфортно. В отличие от нее, здоровые птицы следят за дистанцией, поэтому не подходят к больной и ждут, когда она уйдет. И в результате они спасают себя от передачи инфекции. Очень часто нам задают вопрос, где ночуют птицы. Врановые, кроме галок, ночуют на деревьях, но выбирают укрытые от ветра места, ради которых способны лететь на большие расстояния. Галки же могут ночевать и на деревьях, и на чердаках. Почему так, неизвестно. Возможно, на чердаках ночуют те, которые там же и гнездятся, а на деревьях перекочевавшие особи. Голуби ночуют в укрытиях, чаще всего на чердаках. Юрковые и дрозды на ветках деревьев. Дятлы исключительно в дуплах. Синицы, воробьи и другие птицы-дуплогнезники ночуют в низших построек, под крышами зданий, искусственных дуплянках, разных щелях, естественных дуплах. Им важно, чтобы не было ветра. В исключительных случаях могут заночевать и на дереве. Например, спугнутая в сумерках птица может выскочить из укрытия и до утра просидеть на первой попавшейся ветке. Но следующей ночью она будет прятаться в укрытии. Синицы могут ночевать в металлических трубах. Таких особей легко определить по изогнутому хвосту. Выбор места для ночевки связан с внутривидовой иерархией. Лучшие места занимают доминирующие особи. Подчиненные спят, где придется. При выборе места для ночевки имеет значение степень укрытости от ветра, от осадков, наличие источников тепла, степень скрытости от хищников, близость или удаленность от источников пищи. Узнать, какое место птицы считают более подходящим, можно, определив доминирующую особь и проследив, где она ночует. Для этого птиц надо пометить цветными кольцами и понаблюдать за ними несколько дней. В лучших зимних ночлежках птицы весной гнездятся. Укрытия, в которых ночуют подчиненные особи, как правило, для гнездования не используются. На сегодня все. В следующий раз мы поговорим, почему последнее время заметно уменьшилась численность воробьев. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok